Друзья, всем привет! Привет всем зрителям канала Автоподбор25! Хочу напомнить, занимаемся мы проверкой автомобиля перед покупкой. Занимаемся японскими автомобилями, поэтому если вы хотите приобрести настоящий, качественный японский автомобиль, смело обращайтесь к нам, все наши телефоны указаны в описании канала. Напоминаю, проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей, поэтому не стесняйтесь, звоните. Также поддержите нас, поддержите подпиской, поддержите комментарием и поддержите лайком. Сегодня, как говорится, хочу джип, а денег нет. Возьмем, возьмем Джимми Ки, Терриус Кид, Паджиро Мини. Посмотрим, что это за автомобиль, что они себе представляют, сколько они стоят. Не переключайтесь, будет интересно. Сузуки Джимми. Автомобиль выпускается с 1982 года. Это полноценный маленький внедорожник. Надежный, высокопроходимый и простой в обслуживании. Подвеска, неразрезной мост на пружинах спереди и сзади. Полопрочная лонжероновая рама. Автомобиль оснащается подключаемым полным приводом с электрической раздаткой. По умолчанию используется задний привод. 4 ВД можно подключать на скорости до 100 км в час с помощью пневматических хабов. Переключение на пониженную передачу только при полной остановке. Объем двигателей 0,7 и 1,3. Коробка передач или механика или автомат. Клиренс у автомобиля довольно-таки неплохой. 200 мм. Данная версия автомобиля с объемом двигателя 1,3 литра. Стоит он 720 тысяч рублей. Этот автомобиль версия 0,7. Стоит он 550 тысяч рублей. Внешний вид автомобиля чем он не отличается? Кузов в принципе не отличается ничем. Единственное, здесь есть так называемые ноздря. 1,3 литра нет. Ну и 1,3 литра. У него расширитель фундера стоит на версии 0,7. Такого нет. Малоценный, еще раз говорю, полноценный рамный внедорожник. Значит, неплохая комплектация повторителей. Вот на литии, рожок, туманки. Сзади установлен спойлер. Смотрите, рама, мост. Да, к сожалению, места в багажном отделении действительно мало. Но, тем не менее, салон у нас, не салон, а заднее сидение складывается. Пожалуйста, хорошее багажное отделение. То есть вдвоем, куда-то на рыбалку, без проблем. Ну и, соответственно, все раскладывается. Для удобств задних пассажиров у нас есть так называемый подлокотник, подстаканник. Смотрите, места действительно, действительно мало. Но для города самодом, если честно. Удобно заехать, паркануться. Примерзало все. Дверь открывается у нас. Видите, как широко дверная карта. Пластик, ну пластик идет мягкий. Тканевая вставка, стеклоподъемник, ручка. Здесь ремешок. Что-то туда можно засунуть. Кожаный салон, кожаные сидения. Хорошая комплектация. Еще раз повторю, здесь бардачок. Торпеда тоже идет мягко. Обдув, аэрбэк. Что поменялось в новых версиях, последних моделях? Раньше было рычажное переключение. Не передач, а включение 4ВД. Сейчас идет кнопочная. Сейчас я вам покажу. Сидение, регулировка только спинка. Вперед, назад. Все, руль идет кожаный. Складывание зеркал, регулировка зеркал. Поворотники. Дворники. Все как положено. Здесь подстаканник, ручник, автомат. Раньше вот здесь был рычажок. Сейчас идет кнопочное включение 4ВД. Напоминаю, можно включать при движении. Пробег 77 тысяч. Указан на автомобиле стоит обычная магнитола. По месту ковриков здесь сейчас нет. Но поверьте, место. Кстати, есть подогрев. Место довольно нормальное место здесь. Вот поверьте. Да, нет климат-контроля. Все накрутилочка. Все просто. Но зато просто, ясно и удобно. Торпеда. Зеркала. На мой взгляд, это самый-самый такой удачный автомобиль. Именно вот из мини-джипов. В плане проходимости пониженная. 4ВД. Куда-то на природу, на рыбалку. Милое дело. Да и не только. Просто. Просто для города. Постановите, все под примерзал. Я споюз даже не открою. Ладно, разлазать не будем. Но. В принципе, что мне нравится. Там все четко, ясно, удобно и доступно. Ну, давайте раз. Уже здесь, если этот автомобиль открытый. 1,3. По салону они идут одинаковые. Один в один. Двигатель, да. Естественно, он отличается. Тоже, мне кажется, замерзну все. Народ работает. Разгребает. Ну, естественно, машины в такую погоду мы забирать не будем. Потому что те автомобили, которые нам нужно забирать, они все стоят на летней резине. Двигатель 1,3. Еще раз внешний вид автомобилей. Давайте посмотрим по низу состояние. Посмотрите, в каком состоянии. Плюс, конечно, плюс то, что рама идет. Прямо полноценная рама на автомобиле. Кстати, джиммики, джиммики, они подвержены тюнингу. Их тюнингуют. Что с Японии приходят, вы просто не представляете, какие монстры. Что здесь уже. Прямо хорошо подвержены. Тюнингу. Ну, вот, для примера, смотрите, стоит джиммик, но он не может санкать. Клилик с 200 км. Остается пара Forester с таким же кревицем. Вот за тралли и в путь. Дайхатсу Терриуски. Тоже такое мини-внедорожник. Маленький танчик. Данный автомобиль выпускается с 1998 года. Двигатель до 2006 года установился на пункте EFD и EFD. 2006 года устанавливается 1 EFD. Рабочий объем 659 кубин. Рядный трёхцилиндровый мотор. Турбированный. Мощный 64 лошадиных сил. Оснащается пятиступенчатой механикой. Или четырёхступенчатым автоматом. Рамы как на джиммик нет. Есть прочный несущий кузов с передним подрамником. Тип привода задний или 4WD. Клиренс на автомобиле от 175 до 195. Самое такое главное отличие. Как вы видите между ним. Кстати ребят снимаем всё на одной стоянке. Нашли стоянку где есть все вот эти автомобили. Здесь идёт 5 дверей. Внешний вид. Как говорили двигателя идут уже до таски. То есть есть сопло. Так называемое. Все по разному называют ноздря. На обдув турбины. Это комплектация. Максималка. Рожок. Хром. Штатные литые диски. Летняя резина. По бокам обвес. Но в принципе клиренс он не уменьшает. Повторители идут. Формированные ручки. Да здесь не рама. Да здесь нет пониженной. Но тем не менее автомобиль довольно проходимый. И вот это это просто сказка для начинающего водителя. Да и не только для начинающего водителя. А в принципе для города. Особенно для девушки. Хром. С парковкой нигде не будет. Сзади мост. Салон здесь тоже трансформируется. По бокам пластик. Здесь тканевая вставка такая. Ну так называемого тазика нет. Засунул туда вряд ли что получится. Задние сиденья складываются. Сейчас покажу как. Их можно просто откинуть. Вот таким образом. Но толку вот этого нет. Если это делать все правильно. Поднимаем. И потом уже складываем. Но снимается подголовник. Получается здесь ровный пол. Подголовник сейчас мы уже снимать отсюда не будем. Потому что неудобно мне это одной рукой все делать. Что хоть так. Давайте начнем с дверной карты. 50 на 50 тканевая вставка. Пластик. Пластик мягкий. Немного нестандартно расположен стеклоподъемник. Хромированная ручка. Ну вот так прикольно сделаны защелочки. По месту. Да ребят. Место здесь взрослому человеку. Сзади сейчас водительское сиденье отодвинуто до конца. Ему. Ну не будем мы с вами спорить. Действительно мало. Но ребенок поместится здесь. Без проблем. Да конечно можно немного там. Подвинуть водителя и пассажира. Но опять же. Все зависит от ихнего роста. Допустим мне. Ну если честно будет уже тесновато. Если я сдвину. Смотрите как мелодость. Щели позаметала. Дальше здесь дверная карта. Все то же самое. Стеклоподъемник расположен уже нормально. Водительское сиденье двигается только вперед-назад. Ну и соответственно регулируется спинка. По ширине в принципе здесь нормально. Вот здесь идет тоже такой более-менее мягкий пластик. Здесь идет аэрбэк. Да, отделка дешевая. Но автомобиль недорогой. То есть вот этим автомобилем. Что джиммиком, что террюсом, что... Сейчас еще к Паджерику подойдем. Я думаю аналогов точно нет. Нестандартно расположена камера заднего вида. За стеклом. Со стороны водителя добавляется у нас управление четырьмя стеклоподъемниками. Колонка. Пенальтик такой. Кармашек. Упустил с той стороны момент по комплектации. Хромовая накладка идет. Настоящая японская. То есть не китайская какая-то лепнина. Сидение также только спинка двигается, регулируется и вперед-назад. Регулировки руля здесь нет. Установлен корректор фар. Регулировка зеркал, туманки, обогрев заднего стекла. Бесключевой. Ну как бесключевой доступ. Автомобиль заводится без ключа. Да, то есть. Что это такое? Вот у нас ключи. Ключи находятся у нас в салоне. Так, сейчас ноги отряхну немного. Ключ сового туда не нужно. Поворачиваем. Все, зажигание у нас включилось. Пробег на автомобиле 136 тысяч. Автомат полноценный, как было изначально сказано. Мультимедиа. Ну и видите, здесь тоже все просто. Все на крутилочках. Мне очень нравится здесь потолок. То есть если он запачкался, тряпка его протер. И все. Пойдемте посмотрим на силовой агрегат. Что касается надежности данных автомобилей. Не только это, а вообще их. Меняйте просто почаще масло. Допустим, был в пользовании Териос. Масло в нем меняли раз в три с половиной тысячи. Объем заливки здесь небольшой. Поэтому здесь недолго. Обязательно нужно смотреть ремень. Ремень горяя в случае покупки. Потому что если он порвется, то все. Будет хана. Можно, наверное, так сказать. По состоянию мне нравится автомобиль. Именно подкапотное пространство. То есть нержавенькое. Вот черненький стоит. Поскровнее. Их даже, смотрите, их три штуки здесь. То есть это десятый год. Это девятый год. Ну, это тоже автомобиль 2010 года выпуска. И этот мини-танчик выпускается с 1994 года. Трансмиссия идет либо механическая, либо, как все любят, простой, надежный автомат. Двигатель четырехцилиндровый. Силовой агрегат называется 4А30. Если установлен автомат, то он четырехступенчатый. Если механика, то пятиступенчатая. Полный привод подключаемый. У автомобиля передняя подвеска независимая, а задняя зависимая. Очень хорошие параметры по проходимости. Скажем так, внедорожный. Клиренс 195 мм. Угол въезда 38 градусов. Угол съезда 46. Согласитесь, это очень хорошо. Мощность турбированного мотора 64 лошадиные силы. Не турбо 52. Данный автомобиль стоит 400 тысяч на 2009 год. Тоже хорошая комплектация. Такой интересный цвет у него. Двухцветный. Подготовленный автомобиль. Литье, зима, резина. Рейлинги. Бокс на крыше. Сел, поехал. Да, три двери. Да, сзади мало места. Но, тем не менее, автомобиль практичный. Сзади тоже мост. Запаска с колпаком. Задний дворник. Стопари. Установлены даже брызговики. Также автомобиль можно немножко подтюнить. Бокс. Удобная штука. Реально удобная вещь. Сзади у нас тонировочка. Бензобак справа. Кстати, как на Терике и на Джимике. Давайте посмотрим на багажное отделение. Мне нравится состояние салона. Кстати, здесь уже идет такая тканевая обшивка. Довольно неплохой. В неплохом состоянии салон. Сиденья также. О, я вам сейчас покажу, ребят, какие здесь сидушки установлены. Пенал. Ну, по месту что говорить. Сзади места нет. Ну, допустим, мне. Из удобств все так же. Так называемый подлокотник, да? Можно использовать за подлокотник. Есть подстаканник. Окошко. Бокс мне нравится. На крыше. Безина. Безина. Состояние кузова. Смотрите, какие здесь сидения. Ладно, стоп. Все по порядку. Дверная карта. Тут уже как-то, знаете, посимпатичнее, покрасивее идет. Смотрите теперь, какие сидения. Ну, это 100% не родные сидения. Ну, какие они клевые. Какие они широкие. Удобные. Пенальчик. Подстаканник идет. Ручка. Автомобиль же быстрый у нас. Чтоб никуда никто не улетел. Раздаточка включается здесь. Бардачок. Подлокотник. Пойдем посмотрим со стороны водителя. Это чудное дело. Знаете, довольно мало этих автомобилей на вторых рынках. Прям мало, ребята. Не понял, что-то мудрил здесь. Что это такое, если честно, даже не знаю. Оно еще и по высоте регулируется. Представляете, сидение. Есть лифт, так называемый. Ну, естественно, вперед-назад. Здесь что-то, видимо, было установлено. Корректор фар. Когда стоит корректор фар на любых автомобилях, значит, ребят, ксенона нету. Датчик тоже под стыканем. Ухоженный идет. Спидометр 140, тахометр 8000. Мне нравится, когда температура двигателя показывается именно стрелочкой. То есть, вот эти лампочки. Не знаю, зачем это придумано. Зеркало замерзло внутри. Как я говорил уже, полноценный автомат идет. Прикуривательная розетка. Здесь просто огромные ниши. И опять у нас наши любимые крутилочки. Давайте заведем. Такой мороз. Автомобили заводятся. Пробег 126 тысяч на автомобиле. Кстати, сиденья, знаете, довольно-таки прям удобные, я вам скажу. Молодец, японец. То, что установил. Это сзади подсветка. Что вам еще показать? Единственный минус, да, вот. Ну, честно, минус. Прям, блин, японцу минус. Неудобно ручник тянуть. Вот хоть убей, неудобно. Это, конечно, можно сделать. Но хочется, чтобы... Чтобы было все удобно. Так, еще стоит под уклоном. Неудобно вылазить с автомобиля. Оп. Ой, как снег, а в зеркалородовская. Сердце автомобиля. Надо испаряться. Ну, не будем нагревать мотор. А то там просто снег, сейчас он нагреется. Снег растает, и мотор еще во льду будет. Согласитесь, тоже неплохой вариант. Для города. Спасибо. 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 Спасибо.